Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание без рукавки Милитари. И сегодня наша задача основную выкройку, то есть построить контур выкройки, подобрать пряжу, петельную пробу и со следующего урока мы начнем с вами вязать уже первую деталь. Выполним расчет и свяжем первую деталь. Итак, есть пряжа. Я вяжу из Ангора Ализериал 40. Для основного полотна, у меня основное полотно синее, пряжа немножко другая, потому что цвет другой, пряжа точно такая же, Ализериал 40. На вязание на 38-40 размер ушло 2 матка. Учтите. Первая. Пряжа для оформления полос центральных, отделочных. И пряжа для разделителей. То есть нужно три цвета. Смотрите, чтобы цвета сочетались и чтобы вам они нравились, чтобы эти цвета подходили той модели, на которую вы будете вязать. Общий вес без рукавки чуть-чуть более 200 граммов. Второе, что нужно сделать. Обязательно сделать расчетный образец. То есть вяжите расчетный образец для того, чтобы у нас была уже готова к следующей части готовая петельная проба. Нам нужно знать, сколько у нас петель рядов в одном сантиметре полотна. Сделали. И теперь мы с вами будем снимать мерки и рисовать основной контур. У нас есть модель. Показываю на схеме. Берем метровую ленту, нашу модель и снимаем мерки. Итак, есть петельная проба, кстати. Сразу ее записываю, потому что это то, что чаще всего теряется. У меня есть плотность 9 точка, машина сильверит 840, пряжа Ализа Реал 40. И в одном сантиметре у меня 2,55 петель и 3,4 ряда. Это петельная проба, на основании которой я буду выполнять расчет выкройки в следующей части. Есть модель. Мне нужно несколько мерок. Во-первых, ширина изделия. Ширина изделия у мужчин, у женщин определяется по широкой части. У мужчин чаще шире широкая, более широкая грудная клетка, но бывает исключение. В общем, вот где есть широкая часть, там и измеряем. Объем тела по самой широкой части у моей модели 92 сантиметра. Посмотрите, вы видели посадку на модель практически без свободы облегания. На эту безрукавку можно немножко добавить. Не сильно, но чуть-чуть можно. Добавить там 3-4 сантиметра вполне возможно. Учитывайте эти 3-4 сантиметра свободы облегания вот здесь, вот в этой мерке. Дальше, длина изделия. Длину изделия мы сейчас будем определять хитро, нестандартно, не как обычно. То есть у нас спинка и перед будут иметь разную длину. И смотрите, вот здесь вот есть еремная такая впадинка. У каждого человека под шеей есть впадинка. От этой впадинки вниз отложите 5 сантиметров. И от этой впадинки до желаемой длины. Длина между талией и бедрами. Тоже такая недлинная у нас безрукавка. Измеряем. Вот эта длина у меня 46 сантиметров. До впадинки. Вторая длина у нас будет определяться совсем по-другому. Она будет идти как традиционная длина минус размер планочки, которую мы будем провязывать. Планка примерно 5 сантиметров. Планка резинка понизу 5 сантиметров и поверху те же 5 сантиметров. Поэтому традиционно от седьмого позвонка вниз 5 сантиметров. Вот вам длина спинки. Но сейчас у нас задача разобраться с передом. Итак, есть 92, есть 46. Еще одна мерка. Ширина руки сбоку. Вот у нас есть тело. Вот плечо, тело. Вот здесь вот у человека рука. Так, это плечо и тело. Вот там вот. Это рука, пальцы. А это тело. Понятно. Измеряете на высоте, вот здесь вот, где вы измеряете объем груди под рукой, ширину руки. Прижатом состоянии. У моей модели это 10 сантиметров. Прижали руку к телу, линейку под руку положили, промерили сколько это сантиметров. У меня это 10. Вот эта мерка мне тоже нужна. Все, больше ничего не нужно. Строим первую деталь. Первая деталь представляет из себя прямоугольник, общая длина которой 46 сантиметров. И ширина объем, ну, назовем это объем груди, 92. Объем груди минус ширина руки минус вторая ширина руки. И все это делим на 2. То есть 92 минус 10 и 10 минус 20 делим на 2 равно 36, если я не ошибаюсь. 92 минус 20 делим на 2, 36. 36 сантиметров. Ширина детали 36 сантиметров. Нашли ширину. Дальше. Вот у меня есть середина. И есть середина. Понятно, что это середина по высоте, середина по ширине. 36 сантиметров. Мы с вами делим на 4 части. Половина есть, половина-половина. Точно так же половина-половина. То есть 1 четверть, 1 четверть, 1 четверть и 1 четверть. 36 делим на 4, получается вот здесь вот по 9 сантиметров. 9,9 сантиметров. Это ширина каждой части. 46 делим пополам. 23 и 23. Собственно, вот они мерки. И теперь, смотрите, у меня есть в середине вот этой вот основной детали квадратик. Ну, это как кнопка, пуговка, не знаю. Квадратик на моей модели высоту 5 сантиметров, ширину 7. Вы можете взять чуть-чуть побольше. Вы видите пропорции, то есть с квадратиком определяйте сами. Не делайте его только сильно узким. Ну, что в зависимости от этих 7 сантиметров у нас пойдут расхождения полос. Если вы сделаете в точечку, у вас просто сойдется эта рюмочка в точку. Если вы сделаете слишком широкий, у вас почти прямые полосы пойдут. Определяйтесь сами. Еще раз. На моей модели центральный квадратик занимает 5 сантиметров в высоту, 7 в ширину. Мне никакими мерками тут не снимали, просто посмотрели пропорции, насколько ему подходит такой размер. Вы можете сделать немножко побольше. И все. Теперь у нас 23 минус 2,5. Получается вот здесь я провязываю 20,5 сантиметров до начала пополнения квадратика. Провязываю квадратика 20,5 сантиметров я провязываю до окончания детали. Первая часть по вязанию безрукавки милитре представляет из себя подбор пряжи, подбор петельной пробы. Берите такую плотность, чтобы безрукавка не стояла колом, но и в то же время не свисала, не ниспадала на нашего мужчину. Все-таки это более мужская безрукавка. Она должна хорошо просто плотно стоять по телу. Подбирайте пряжу, петельную пробу и прорисовывайте центральный фрагмент безрукавки милитре, который мы с вами будем провязывать в следующей части. Продолжение следует...